Я прочитаю из Евангелия Марка 2 глава с 1 стиха Дома, где он находился, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Вот речь за четырех мужчин, которые принесли расслабленного. Вот, Ваня, тебе первый вопрос. Как ты скажешь, что это за такие вот четыре мужчины? Как ты их охарактеризуешь? Хорошие друзья помогли другу. Хорошо, вот у тебя такая мысль. Хорошие люди. Дальше. Следующий. Как ты считаешь? Что можно за этих людей сказать еще? Ну, я почему вас спрашиваю? Вы так хорошо все собрание общались. Я думал, вы нам подскажете дальше. Братья и сестры, еще какие вопросы можно, вернее, какую можно характеристику дать этим людям? Вот уже сказано было, что они верные друзья. В вере сильные, да? Христос, видя веру их. Это были верующие друзья. Хорошо уже сказали, да. А вот они подошли к дому, а зайти в дом невозможно. Ну, что, ребята, давайте другой раз. Понесли обратно. Так, да? Они начали пытаться, да. Вот они оказались неотступные, да, вот в этом деле. Верные в этом деле оказались. Вот. Хорошо. Ну, и, наверное, немножко мои мысли, хотя мы с братом не договаривались, они будут больше направления, что сам Иисус Христос сказал, видя веру их. Они были верующие. Поэтому проповедь свою я назвал даже не просто верные друзья. Кажется, это, ну, более, да, выглядит красиво. В мире тоже много верных друзей. И верных друзей на нехорошие поступки. А вот верующие друзья, в которых Божья вера. Вот это очень важно. Поэтому я свою проповедь назвал верующие друзья. Вот они принесли больного, расслабленного. Он сам не мог ходить. Принесли на носилках. Подошли к дому, зайти невозможно. Что делать? Они забрались на кровлю, легкая кровля, разбирают ее и опускают к нам Иисуса. И этот расслабленный, он не только получил здоровье телу, он получил более важное. По вере друзей он получил прощение грехов. Потому что, когда Иисус Христос посмотрел на больного, говорит, прощаются тебе грехи твои. А тут были люди другие, которые уже в доме. Кстати, я в начале, перед первой проповедью, говорил о том, что в доме могут быть люди, которые далеко от устройства, от служения этого дома. Они могут быть здесь, но они чужие. И вот здесь были как раз эти люди. Они говорят, кто ты такой, что прощаешь грехи? И написано, Иисус, видя не веру их, а что? Это помышление их. Он говорит расслабленному, чтобы вы знали, что я имею власть прощать грехи, но я имею власть и исцеление дать. Говорит расслабленному, вставай, бери постель твою и иди в дом твой. Знаете, часто задается вопрос, что легче сказать? Прощаются тебе грехи? Или же возьми постель и иди домой. И разные ответы. Ну, кто-то говорит, сказать прощаются тебе грехи легче, потому что, ну, кто видит? Кто знает? Иисус Христос сказал, ну и сказал, а вот вставай, бери постель, а вдруг не встанет. Что тогда? Поэтому что легче сказать? Друзья, ну я понимаю, что легче сказать Христу, вставай, бери постель. А вот сказать, прощаются тебе грехи твои, это значит, за твои грехи я буду отвечать. Теперь уже точно мне путь на крест, на Голгофу, на смерть, потому что наказание за грех смерть. И простить грехи, за них же надо отвечать. А он взял на себя грехи всех тех, кому простил. Взял на себя грехи и умер на кресте вместо нас за наши грехи. Ну, немножко о друзьях. Вот эти люди принесли расслабленного и помогли ему обрести и физическое здоровье, и самое главное, прощенные грехи. Потому что придет время, физическое здоровье, но все равно оно увянет. Придет время, и каждому человеку придется умереть. А вот получить прощение грехов, мир с Богом, друзья помогли. Как это важно. И поэтому я хочу говорить сегодня немножко, особенно для наших, ну, дети, подростки, молодежь и семейные тоже, как важно нам правильно иметь друзей и взаимоотношения правильные между друзьями, чтобы выстроены были правильные взаимоотношения. В Библии очень много описывается случаев, когда друзья влияли на судьбу того или другого человека. Ну, вот два примера. Два примера, коротко. Конечно, очень приятно, когда друзья говорят «приятное». Ну, например, был такой человек, которого звали Аман. Это был ближайший помощник царя. И этот Аман увидел, что один из евреев, Мардахей, не кланяется ему. Все кланяются, а один не кланяется. И он думает, что же нужно сделать? Нужно его уничтожить. А каким образом? И вот он рассказывает дома о своем величии, богатстве. Тут друзья Амана. И вот он говорит, я не нахожу покоя. Я богатый, у меня дети, я друг царя. И царица на пир позвала, но мне всего этого мало. До тех пор, пока я вижу Мардахея, который мне не кланяется. Что с ним делать? И сказали ему Зереш, жена его, и все друзья его, пусть приготовят дерево вышиное в пятьдесят локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардахея на этом дереве. И тогда весело иди на пир с царем. И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Ну вот, влияние друзей. В первую очередь, жена, это ближайший друг, вот, спутница. Ну тут написано, и друзья были. И друзья говорят, поставь дерево вышиною в пятьдесят локтей, это двадцать пять метров высотой. Это такое огромное, повыше, повыше поставь, чтобы там повыше повесить его, чтобы все видели в городе. И написано, и понравилось это слово Аману. Вот такие друзья были у этого человека. А что было через день? А через день на этом дереве повесили самого Амана, а не Мардахея. Причем эти друзья сказали так. Если из племени иудеев, Мардахей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь перед ним. А что вы, не знали вчера, что он иудей? Если это из иудеев, то напрасно ты затеял эту историю. Это народ Божий. А вчера вы не знали? Жена, ты разве вчера не знала, что он иудей, и не кланяется, потому что только живому Богу поклоняется? Вот так вот жена и близкие друзья повлияли на его судьбу. Погиб Аман. Ну, еще один пример подобный, нехороший пример. Когда умер Соломон, то собрался весь народ израильский в один город для того, чтобы воцарить Раваама, сына Соломона. Но этот Раваам тоже был разумный человек. Он спрашивает старцев, что мне ответить? Как мне общаться с людьми, которые соберутся? А старцы говорят, а ты говори с ними ласково. Вот царь Соломон наложил оброк, платить дань приходится большую. Люди стинают, а ты уменьши эту дань. Ну, поговори к сердцу, и будут они тебе рабами вовеки. Хорошо. А потом пришел, а тут его друзья, с которыми он вырос, ровесники его. И он им говорит, вот так и так, у меня вопрос. Старцы сказали вот так. А друзья говорят, эээ, слушай, что ты стариков слушаешь? Ты будь мужиком. Ты им скажи, знаешь что? Вот у меня чресло, мизинец отца моего тоньше, чем чресла мои. Ну, я на такой сильный. Если он оброк на вас наложил, я еще больше увеличу. Если он вас плетью наказывал, я буду вас скорпионами наказывать. И пусть они боятся тебя. Собрался народ. Равам послушал друзей своих. Сказал такую речь. И народ израильский сказал, зачем нам такой царь? Какая нам часть? И разошлись все. Разбежались. И осталось всего вот место, где жил Равам, ему в царство. А остальное уже, даже когда пошли дань собирать, побили камнями людей, которые пошли дань собирать. И отложилась часть. Разделилось израильское государство. Вот так. Друзья, в книге пророка Иеремия, 38 глава, там Иеремия плачет и говорит, обольстили и превозмогли друзья. Иеремия, фраза такая, когда Иеремия говорил о том, что покаяться надо, народ придет, заберут в плен, беда будет, нужно обратиться к Богу. То люди, которые слушали, насмехались, собирались кучками, друзья, и говорили, зачем нам слушать этого пророка. А в книге «Плач Иеремия» первая глава написана, друзья, изменили, изменили. Вот так плачевно бывает, когда друзья поступают неправильно. Друзья, бывает еще ситуация, что сплачает друзей. Помните, в книге «Деяния апостола» в 19 главе, когда апостол Павел проповедовал Слово Божие, и это был Ефес, где была Артемида Ефецкая, богиня. Вот там поклонялись, храмы были. И вот тогда ремесленники восстали. И один из них сказал, мы делаем серебряной статуи Артемиды Ефесской, а он проповедует о других божествах. Давайте, друзья, собираемся все, собираемся, нам надо противостать. И вот когда они узнали, что угрожает их ремеслу, прибыткам идолы, которые они делают, могут отвергнуть люди, то они стали кричать «Велика Артемида Ефеская!» «Велика Артемида Ефеская!» И часами кричали. Их сплотили, этих друзей сплотила материальная заинтересованность. Бог! Да какой там Бог? Богиня! Ничего! Главное, деньги! Деньги! И вот они сплотили этих друзей, кричали долго «Велика Артемида Ефеская!» и изгнали тех, кто проповедовал истину. Еще один пример. Иисус рассказывает о блудном сыне, который ушел от отца, а потом старший сын, как бы послушный, жил в доме отца. Но знаете, в чем беда? Он жил в доме отца, но и жизнь отца, интересы отца, вот духовное состояние отца, его абсолютно не интересовало. Абсолютно! И вот, когда пришел заблудший сын, и отец для него теленка заколол, и пир приготовил, то старший сын сказал, «Отец, я сколько лет служу тебе, и ты не дал, козленка, мне повеселиться с друзьями моими?» Вот то, что у тебя пир в доме, меня это не интересует вообще. «У меня вот там есть друзья, и ты не дал мне, козленка, с ними повеселиться». И не зашел в дом. И не зашел в дом. Дорогие друзья, молодежь, подростки, вот я смотрю на вас, и иногда большое переживание в доме Божьем о мысли, заботе, разговоре между собой, где-то на балкончике, там в телефонах сидят. Жизнь отцовского дома, вот здесь отец наш небесный, или отче наш, сущий на небесах. И вот жизнь отцовского дома, она их не интересует. Вот там бы, козленочка, и повеселиться там с друзьями. Куда-нибудь отсюда подальше, вот так бы судьбу свою устроить. Но забывают, что есть другая сторона медали. Было одно общение, и туда пришла на это общение дочь верующих родителей. Ну, она уже вела жизнь мирскую. Внешняя одежда ее вся, брюки там, все-все. Говорили о том, что ее здесь ничего не интересует. У нее там своя жизнь. Ну, мама иногда сильно просит, и вот она пришла на это собрание. А брат, это друг мой, сотрудник, он проводил это собрание. И когда он ее увидел, он говорит, у меня даже внутри такое отвращение, ты все знаешь, и все отвергла. Вот здесь друзья твои, которые молятся, переживают, служение в церкви ведут, а ты нашла там козленочка какого-нибудь повеселиться, и у тебя там круг друзей. И сюда приходишь с таким высокомерием показать, вот я какая крутая, а вы тут все, вам ничего нельзя. И вот, говорит, закончилось собрание, и она на выход. А я, говорит, даже вот в сердце у меня не было ничего говорить. Она все знает. Но вдруг такое побуждение. И я пошел стремительно, и уже на двери остановил ее и сказал, тебе мир показывает только одну сторону. Ты совсем не видишь, что в мире измены, предательства. В этом мире нет верности настоящей. Все построено на лжи и обмане, и как между людьми, и между государствами, и все прочее. Мир, которым управляет дьявол, который программу задает, а в его программе цель украсть, убить и погубить. Иди. И вы знаете, в следующее собрание она пришла, в следующее собрание опять пришла, а потом покаялась. Покаялась искренне перед Богом. Сегодня это жена служителя Гайгика Мирзаян. Вот. Его жена она. А вот надо было сказать несколько слов все-таки, чтобы Дух Святой продолжил работу. Поэтому друзья, да, они могут быть там на некоторое время. И если нам посмотреть из тех, кто покинул стены дома молитвы и нашел себе там друзей, какая судьба их сегодня. Только молиться, плакать и ждать, когда они вернутся, чтобы в доме был пир. Ни где-то там козленок с друзьями повеселиться, и то, которого нету. Одно желание. Это недавно я слышу, свидетельствует неверующим людям один молодой братик. И он рассказывает им заблудного сына, как он ушел с отцовского дома, тут пир, тут все, а он ушел и ел то, что свиньям давали, чтобы не умереть с голода. А когда закончилось это, я потом подозвал и говорю, слушай, ну, чуть-чуть уточнить хочу. Ему не давали то, чем кормили свиней. У него хуже было, чем ты рассказал. Вот так друзей нашел в этом мире. А вначале было как бы хорошо. Братья и сестры, еще одна категория друзей. Я бы сказал, это искренние друзья, хорошие друзья, но нам друг с другом тоже нужно иногда работать. Это друзья Иова. Вот они пришли и увидели страдания Иова. Тяжкие страдания. Неделю они не разговаривали. Они смотрели на его страдания, и они молчали. Это было ужасное переживание внутреннее. Сострадание другу своему. А потом заговорили. Они заговорили и стали говорить то, что Иов сказал. Самая лучшая помощь ваша была, если бы вы молчали. Но они говорили искренне. Они говорили, Бог тебя наказывает. Ты где-то поступил нечестиво, неправильно. Поэтому суды Божии постигли тебя. И, ну, так говорили, знаете, ортодоксально, они так говорили, как бы правильно, все, 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 все. А в последней главе мы читаем, Господь говорит, гнев мой горит на вас, потому что вы не так правильно говорили, как Иов. А вот один молоденький был среди них, Илевуф. На него Бог не сказал, что гнев мой горит на тебя. А почему? Потому что он сказал более правильно. А что было более правильно в его речи? В его речи было то, что Бог допускает страдания не только как наказание за грех. Не только. И вот помните, там он говорит, что, ну, Бог говорит однажды, если человек не услышал, второй раз, третий раз, потом может наказать жестокую болью, на постель положит. Для чего? Чтобы вразумить человека, чтобы направить его на правильный путь, чтобы эта болезнь послужила не наказанием, как Иову говорили, а благословением. Благословением. В глазах Иова можно было увидеть Бога, знаете, жестокого такого, и наказание у него, это вот меч такой, который сечет за каждый грех. Там не было милосердия Бога в их речи. А этот сказал, что Бог посылает и сострадание, когда наказывает. Он посылает помощь, перенести, одолеть эти страдания и выйти чистым, как золото, из этих страданий. И Бог сказал, ты более правильно сказал, ты более правильно понимаешь обо мне. Поэтому, знаете, вот у нас тоже в последнее время много бывает разных разговоров, какие-то там о учениях, каких-то современных, какие-то преподают учения, там мы их называем разными. Как важно все сверять с Библией. И даже самый хороший друг, он иногда может, ну, немножко заблуждаться, правильно направить. И мы читаем в последней главе Иова, 42 глава, Бог сказал, гнев мой горит на друзей, за то, что не так правильно говорили, пусть они возьмут жертвы и придут к Иову, и пусть Иов помолится за них, и только тогда я сниму гнев мой. И вы знаете, интересно, друзья, там написано вот такая взаимосвязь друзей. И помолился Иов за друзей своих. И не только Бог помиловал друзей, а возвратил Бог потерю Иова после того, как он помолился за друзей. И дети родились прекрасные. И все имущество еще с прибытком вернулось. Взаимоотношения между друзьями играют очень важную роль в духовной жизни и в материальной тоже. И в материальной тоже. Знаете, о чем вот переживание? Вот я замечаю, что у нас иногда собираются друзья, такие верные друзья, и они в футбол играют. Они делятся на две команды, и начинается матч. И я уже говорил не раз, не делайте этого. Я очень отрицательно смотрю на футбол. Потому что, если посмотреть, что творится на футболе, дьявольский дух там, самый настоящий дьявольский дух царит. Один из взрослых, семейных уже, мне вес сбрасывать надо, мне надо побегать. Я говорю, прекрасно, стадион, круги. Бегайте, бегайте, сколько влезет, сколько сможешь. Там и снаряды спортивные, занимайтесь. Зачем футбол? Вы же калечитесь там. Сколько травм получили братья. Не надо это делать. И один из взрослых говорит, да пусть хоть кто, хоть что мне скажет, я все равно буду. А молодые, о, нашелся друг, который заступился за нас. Вот она беда. Вот она беда. Вот от таких друзей, да, он хороший человек, да, он брат, все. Но почему-то не вразумляется, а очень страшно, что другие молодые за ним идут тем же путем. Это очень плохо. Поэтому дай Бог, чтобы мы могли понимать правильные пути. Недавно я слышал группа друзей, 19-20 лет. Вот возраст их. Я на прошлой неделе, на этой неделе был в Турции. Мы там с братьями были на благовестии среди тех людей, которым помогают наши братья, дальнебойщики вот эти. Потом после землетрясения там больше ста домиков построили. Такие вот бараки, где живут сегодня эти люди. Жили на улице, выброшенные просто. А сегодня в домиках. И каждый домик – это семья, где ждут тебя с благодарным сердцем. А это почва. Это хорошая почва. И вот рассказывают, приехали однажды, а эти молодые ребята говорят, ну вот еще адрес есть, дальнебойщик, а надо заехать туда. И вот уже заехали на границу Сирии практически. Вот она. И дальше уже ехать некуда автобусом, нету дороги. Ну где-то здесь. А уже ночь, темно. Куда идти? И Феликс говорит, братья, ну, наверное, не получится сегодня. Ни адреса, ни дома, никуда. А они ему, дядь Феликс, давайте все-таки, один из сыновей его там тоже, давайте найдем. Вот мы сейчас пойдем. Ну темнота, фонари не горят. Куда вы пойдете? Ну мы вот еще. Ну идите. И они берут пакеты с продуктами гостинцев. и ушли в темноту. Вот эти друзья, по 20 лет им, ушли, а он потом говорит, куда они ушли? И я, говорит, жду, а куда идти? Темно, не знаю. И проходит полчаса, 40 минут нету, и куда идти? И вдруг с темноты появляется мужчина бородатый такой, это твои ребята? Мои. Пошли со мной. Пошли. Куда? Иду за ним. А что делать? Иду. Идем, захожу в дом, а в доме народ сидит, и мои братики проповедуют Слово Божие. Они выучили песни на турецком языке, вот, по телефону, через перевод, не знают язык, и поют, но главное, что их знают, потому что они пищу раздавали вот там, они там благоуевствовали, Иван или подарили, и попали в эту семью, а тот сразу собрал родство, они живут рядом. И, говорит, Феликс, я захожу, смотрю, дети мои проповедуют в чужой стране, язык не знают, а их слушают и плачут. И вы знаете, друзья, я был свидетелем сам, ну, кажется, ну, кто там, как. Некоторое время заняли как бы шефство другие люди там, вот, ну, они звонят, приходите на собрание, а люди не идут, и я бы не пошел. Я понимаю эту ситуацию, я их не знаю, кто они. А вот те, кто принял непосредственно участие, кого знают, вот мы приехали, и они опять пошли, пять за субботу, пошли по домам, обошли, 80 взрослых человек пришли на богослужение воскресное. Это чудо. И они слушают с удовольствием Слово Божие. И это вот с детства глубокие мусульмане. И вот такие друзья, их объединяет, вот этих друзей, желание служить Богу. И в свои 20 лет они помышляют, как бы еще больше и больше людей привести ко Христу. И последняя мысль, мои друзья, кто-то скажет, ну, нам не по 20 лет, и мы уже не те молодые друзья, жизнь строить. Иисус Христос сказал, вы, друзья мои, выше дружбы не бывает. Это Он говорит и 90-летнему дедушке, и бабушке, и молодым, и средних лет. Вы, друзья мои, где выше дружба может быть, если вы слушаете и исполняете Слово Мое. Вот она, настоящая дружба. Вот они, друзья, вот они отношения, самые близкие, с самим Иисусом Христом. А что касается нас, людей, и дружбы между собой, интересно, в третьем послании Иоанна, там Иоанн, последнее слово, говорит так, приветствуй друзей поименно. Это значит, не спеши, не спеши. Поименно, это я точно его знаю. Это я знаю. Я могу с ним на любое служение пойти, в любое время. Мы с ним можем сделать для Бога все. Я его лично знаю, поименно. Приветствуйте друзей. И не спешите заводить друзей, особенно, знаете, ну, наши дети в школе учатся, это легче. А вот в мирской школе я учился. Кто посильнее, кто познатнее, как хочется его в друзья займить. В армии служил, тоже таких. Никогда я к этому не стремился. Никогда. Потому что в мире там свои мерки, а вот поименно, это знать, это Божий человек. Это мой друг. Потому что я тоже такой. Поэтому пусть благословит Господь нас, всех, друзья, чтобы мы и друзьями Христу были, и хорошими друзьями на основании Писания, на добрые дела, друзья друг другу. И благословит нас в этом Господь. Помолимся Ему. Аминь. Аминь. Аминь.